вот так мы ночевали это яхт-клуб коприно очень уютно к сожалению солнышка сегодня нет а его так не хватает сильно хватает было бы солнышко вообще было бы замечательно яхточек здесь мало говорят ярославской области запрет на выход кстати стояли здесь с электричеством и судя по кранам даже есть вода можно заправиться порядок зарядили все гаджеты витя пошел рассчитываться за стоянку и в общем-то готовы выходить в сторону мышки думаем где останавливаться мышки или пройти дальше наверное останемся в мышке а там посмотрим по ситуации очень здесь приятная обстановка даже при отсутствии солнышко уютное место а еще мне нравится что здесь мало народу сейчас я люблю уединение волосы после этой экспедиции придется состригать фен с собой не взяла фен с собой не взяла они не успевают досугать фенчики уже все попереломались сохнут на ветру что мама тебя слушает итак мы отсоединяем электричество и готовимся отходить но сначала зайдем на заправку она вот это за этим как ему сказать травяным полуостровом вон там перед мостом ну вообще с недавних пор каждый раз когда заводится двигатель это такой момент волнительный ореш это почему без паз жилета я корму давай подожди подожди ты отвязываешь нос у нас начинает крутить нас уже начинает отводить назад я отвязываю нос за противонаводку и пусть на яйца рупель а корму? а корму ты сразу отвязываешь? ты успеешь на корму пока я подбегаю ну либо я отвезу так сейчас задний? уже задний уже задний я думала нейтраль у нас что-то нас наваливает носом сейчас двинем 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 у нас кран с тобой были? да а? давай переднюю передачу и так делаем поднимем кранцы мы поднимем после заправки на заправках низкий понтон высокий да мне нужно еще один кранец там повесить подожди руки на кранец перевешать так мы идем вон туда? мы идем обходим вот эту штуку на заправку я поняла по глубине там нормально? надеюсь на заправку там ну может у них это я вчера сказала что глубина здесь вот хорошо окей хорошо а вот у них указатели ну естественно вечером мы ничего не видели так вот у нас заправка наваливает ну что там снаружи не полилось так вот ну и что там снаружи не полилось Я стою и жду, когда мужчины заправят. Сухие? Белл, да, сухих салфеток? Они ставят отверстие, через которое открывается излишка топлива. Козяка, шарфик может быть? Что, Вить? Сейчас я переднюю включу. Я переднюю включила. Когда мы остановимся, за. Покидаем мы Коприно, очень уютное местечко. Было приятно здесь постоять, переночевать. Да, Вить? Да, да. Отличное место. Разрешено от сколки. Комфортное, уютное. И, что важно, в данный момент немноголюдное. Да, мы сказали, что сейчас сезон отверстие, 2 июня. И все причалы заполняются отверстие минуты. Но мы успели в низкий сезон, как мы любим. Идем дальше в Мышкин. А здесь набережная и отель на самом берегу. Видимо, сегодня не очень. Волгарь. Неспокойная, бурлящая. Ветер с рыбинки. Воле хаусы. Волгарь. Нас кидает из стороны в сторону. Это Витя чинит, автопилот. Вчера он ночью на сильной качке слетел с румпеля. Мне на таких планах нужно было две руки, чтобы румпелем управлять и не вылететь с лодки. И автопилот в пустую работал. И после этого он перепутал борта. Ему стало казаться, что он прикреплен к соседнему борту. Короче, он сошел с ума и... О, подожди, он переключался одно время. Что-то ему совсем плохо ведь. Потому что он не может понять направление. И он поймет, что он где-то вот направлен. Мы никуда не влажимся. У нас руки два сестра. У нас руки два сестра. Слушай, ну как так? Что там делать? Вместо автопилота теперь я. Витя пытается убедить автопилот, что он направлен. А не налево. Как это успешно. Впереди у нас мост шлезнодорожный. Только что разошлись с паромами. И вот здесь. Очень интересно. Но они здесь идут друг навстречу другу. Два судна. Одно загружается на одном берегу. Другое на другом. И идут навстречу друг другу. Ветер и волна очень осложняют управление. Не знаю, видно или нет. Но волна уже приличная. Вот это маска где-нибудь видишь? Вот у нее есть полукатных у нее 20 метров. 20? Хорошо. На этом самом напоре 3 квадратика. Это значит от 10 до 15. Будем надеяться ближе к 15. Будем надеяться ближе к..... Волю. Олег сходился на воду, я тут проснулся это. Белла упачала. Белла, садись! Вот с табличками, писатка, 14.5 метров. Да? Она нам не знаю. Прошли мост. 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 На улице пучка не мажет. Антон Чехов. Сейчас нас волной качнется. Волна! 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 Так, ну поворачиваем лечку рукой. Сейчас я отключу запись, поскольку нет, что будет ориентироваться по Нави-Ондексу. Когда шла на то место, во-первых, в этом месте начал включить нави-Ондексу. По крайней мере, он показал, что там уровень воды поднялся, и там не стыдно. Но я прошла, например, прямо по острову, действительно. Фактически на острова нет, и на меня не смело. Во-вторых, если углубляться глубже в эту речку, там висят очень низко провода, а дальше низкий раз. А тот, ну, загончик, закоулок, который мы присмотрели, по факту, оказался не закоулком, а слишком близко к крови. Я делал над ней буквально несколько пустиков. Даже не сельдой, ну, как не мелью, а прям просто пустой 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 пустой. Ну, короче, мы шли где дальше, но дальше тоже несколько метров, не знаю. Ничего путного для ночевки на якоре мы в тот вечер так и не нашли. В итоге дошли до углича и переночевали там, напротив шлюза, лагом к местному прогулочному теплоходу Бекас у причала спасательной станции. В этот день мы прошли расстояние от Коприно до Углича длиной в 72 километра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok